Всем доброго дня, меня зовут Сергей, так как там снимает моя жена Нина. Всем привет. Я сегодня простой, тот самый, сделаю холодец из курятины. Мне вот вчера бульон с крылышек наварил, но я их не доварил полностью, потому что я буду делать желатином, потому что когда с курятины делаешь холодец, тут есть маленькая проблема, надо целиком всю курицу варить, а у меня от силы штук, наверное, 8 крылышек было, это, конечно, не хватило, но до чего есть желатин. Так, как желатином работать, я сейчас покажу проще простого, у меня здесь 12 кислов, здесь холодная вода и потихоньку и сюда опускаем. Они могут слипнуться, но все это мелочи. Здесь примерно градусов 36, так где-то вода нагрета, вернее, это жидкость, куриный бульон. Тихоньку закладываем их. То есть, тут-то нужно время, где-то 7-8 минут, чтобы они постояли. Они потихоньку набухнут и так. Некоторые берут теплую воду, это, кстати, большая ошибка, чего делать нельзя. Еще, кстати, на холодец, знаете, что берут? Свиные ножки отваривают. Это куриный, кстати, холодец. И что получается, коллагенная масса заливается мясом. Ну что ж, тогда приступаем с вот этим. Спокойно закидываем сюда. Ну-ка. Да, оно уже застыло. Полностью холодильник и застыло. Так, соль сюда кинем. Перец лучи сюда. И чеснок сюда же. Мы, кстати, это не в первый раз это все снимаем. Дело в том, что старый канал потихоньку блокирует. Так что, есть вероятность, что полностью на этот канал переедем. Сейчас вероятность очень большая. Блокирует из-за того, что одно недоразумение все время жаловался на видео. К сожалению, родственником оказался. Ну, пожалуй, тут хватит, да? Да, хватит, конечно. Это будет смачный холодец. Я вчера мясо всем приправно варил, но план был совсем другой. Немножко сегодня изменился. Так, смотри-ка. Я слишком плотно утрамбовал. Нельзя этого делать. Ну, если, к примеру, немецкое, по-немецки готовить. Так, соль размешалась. Ну, вообще-то попробуйте сначала. Потому что есть у бульонов одно свойство. Соли бывает мало. Можно еще тоже кинуть. Я, кстати, минеральную соль кидаю, да? Можно прилично сыпать. Пожалуй, этого хватит. Вот, смотрите, как он тут красиво получился. Уже схватился, уже, в принципе, можно. Кстати, растворять его надо не сразу, так кучей закинули, а потихоньку. Вот, смотрите, как оно получается. Раз-два, и уже ушел. Так. То есть, чем сильнее они разбухли, да, снижи хорошо разбухли, тем можно практически даже вот так вот кидать чуть-чуть. Он уже почти рассоверился. В дальнейшем мы пару их немецких процентов покажем. Есть, кстати, сладкие варианты. Они называются желе. Без разницы, чем вы их там будете делать, тоже желе называется. Все, что с мясом называется, это с мясом идет, у немцев это все называется «зюльцы». Ну, туда, конечно, уксус добавляется. И немало. В следующий раз, когда они сделаны. Так, отлично. Хорошенько-хорошенько перемешиваем. Еще есть чуть-чуть. Это чтоб ко дну пристало, да, но быстро отстает. Некоторые просто совсем горячим делают смысл, честно говоря, что я не вижу сильно горячим жидкость делать, потому что оно и так неплохо отстает, это растворяется, тает. Так, аккуратно, да, растворился. То есть сопротивления практически нет. Ох, отличное мясо, да, с бабой мутили. И по всей краю точно рассчитал. Как раз. Точно-точно рассчитал. Я боялся, что много будет, да. Так, эту пенку сейчас туда тоже. Все. Отлично. Теперь мы его не трогаем. Я примерно трогать его часа четыре не буду. Пока оно более-менее начнет свататься, можно даже и шесть. Потом только холодильник, и только завтра мы покажем конечный результат. Так, он у нас, как видите, застыл. Ну, шести часов обычно хватило бы ему тоже, но он какой-то так себе был. Сейчас я его разрежу. О, туговато идет, это хорошо. Это уже ближе, как на немецкий манер идет, да. У них желатина еще больше кидают. Так. О, какой красивый. Заодно и жена пообедает. Красота, да? Еще? Не-не, хватит, потом. Потом она еще возьмет. Потом еще возьмет, да. А вот видите... Оп, среднясь. Так, это убираем. Как видите, прекрасно получился. Это вот если желатином обычным заливать сверху, да, вот такой вот получается красивый. Чтобы прозрачный был, ну, бульон, когда я варил его, надо было яйцом еще осветить. Но я вообще думал суп сделать. В том резкопе, я думал, сделали холодец. Короче, красиво смотрится. Запах, про вкус я говорю сразу, вкус решает и только вы сами. То есть, сколько соли там кинете, что еще что добавите. Но, перец, соль у нас как обычно кидает, чеснок. Некоторые даже еще с хреном делают. Только с хреном надо, там чуть по другому техника принимается. Но принцип тот же. Это был наш канал. Желаю всего вам хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok